Надежда на будущее. Под таким названием в Якутске начался второй просветительский благотворительный фестиваль в поддержку донорства органов. По данным количества больных, которым требуется, пересадка органов из года в год растет. В Якутии их уже более 300 человек. Как и чем общество может помочь таким больным, обсуждают эксперты, медики, доноры и сами пациенты. Репортаж Туяры Филипповой. На первый взгляд, четырехлетняя Настя ничем не отличается от своих сверстников. На вопрос о любимой игрушке, ручки тянутся к книжке с часами. Каждый день ее жизни расписан по минутам. Прием лекарств, уколы и самое утомительное – 14-часовая процедура перитониального диализа, когда в брюшину закачивается специальный раствор, затем сливается вместе с лишней жидкостью. Единственная почка – одну девочке удалили еще в полтора года из-за онкологии – уже не справляется. У нас нет специалистов, которые могли бы вести нас, хирургов, которые могли бы поставить нам таким детям катетер брюшной. И также связано с тем, что из-за этого приходится малейшее изменение в программе, приходится советоваться с Москвой, ездить в Москву. Это накладно получается, потому что в основном это как-то в экстренном порядке надо проводить. И поэтому надо срочно-срочно, быстро-быстро деньги собирать и ехать, не дожидаясь, когда Минздрав сможет выплатить нам проезд. Мама и дедушка девочки готовы стать донором. Но до этого Насте нужно подрасти, чтобы орган смог поместиться в ее пока маленьком тельце. В России детская трансплантология еще не узаконена, а посмертное донорство только развивается. В этом году в Якутии впервые выполнено две операции по пересадке органов от посмертного донора. До этого пересаживались органы только от живых родственников. Поддерживать таких доноров, а также больных, которым требуется пересадка, призван социальный проект «Надежда на будущее» и фестиваль с одноименным названием. В первую очередь должно измениться общественное сознание, перестать думать о предрассудках, которые были когда-то навязаны, и о так называемых черных криминальных трансплантологах и изъятиях. И именно ради этого работает сегодня фестиваль. В рамках благотворительного фестиваля пройдут консультации специалистов, школы пациентов, сбор средств для детей, которые ждут или прошли трансплантацию органов. Маленькая Настя вместе с ней сотни детей и взрослых с термальными стадиями заболеваний почек и печени каждый день живут с надеждой на будущее. Туяра Филипова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.